Здравствуйте, меня зовут Наталья. Если меня хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Итак, начнем. Сегодня мы будем решать задание 15. Это уравнение 8 sin²2x плюс cos²x плюс 1, деленное на корень квадратный из минус sinx. Чтобы решить данное уравнение, нам сначала надо найти ОДЗ. То есть мы должны наложить ОДЗ на корень из минус sinx. Корень из минус sinx у нас может быть больше либо равен нулю. Но так как у нас корень из минус sinx находится в знаменателе, он у нас просто должен быть больше нуля, так как знаменатель у нас не должен равняться нулю. Отсюда следует sinx у нас меньше нуля. Вспомним, что sinx у нас в первой и во второй четверти со знаком плюс, а в третьей и четвертой со знаком минус. Итак, у нас выходит решение sinx лежат в третьей и четвертой четверти. Итак, начнем решать. 8 sin2x плюс cos2x и плюс единица у нас равно нулю. Итак, заметим, что sin2x мы можем привести к косинусу через тригонометрическое тождество. У нас получается sin2x – это будет единица минус cos2x плюс cos2x. Остальное мы переписываем без изменения. Если есть вопросы, как мы получили единица минус cos2x, напишите, пожалуйста, в чате. Если вопросов нет, мы продолжим решать уравнение. Итак, раскроем скобки. У нас получается 8 минус 8 косинус квадрате 2x плюс cos2x плюс 1 равно нулю. Итак, приведем подобное. У нас получается минус 8 косинус квадрате 2x плюс cos2x. Единица плюс 8 у нас получается 9. Плюс 9. Все это равно нулю. Итак, разделим все на минус 1. И у нас получается 8 косинус квадрате 2x минус cos2x и минус 9 равно нулю. Итак, чтобы решить данное уравнение, мы заменим cos2x на t. Ведем новую переменную. cos2x у нас определен от минуса единицы до единицы. Значит, t у нас по модулю должно быть меньше единицы. Итак, подставим вместо косинуса 2x t. У нас получается 8t квадрате минус t минус 9. И все это равно нулю. И дальше решаем обычное уравнение. У нас получается, пойдем через дискриминант. У нас единица минус минус 9 умноженное на 8 и умноженное на 4. Итак, у нас получается единица плюс 288. Это у нас 289. Найдем корни. У нас получается, t1 равно 1 плюс корень квадратный из 289 деленное на 2 умножить на 8. У нас получается 1 плюс корень квадратный из 289. Это у нас 17 плюс 17. Деленное 2 на 8 – это у нас 16. У нас получается 18 деленное на 16. Но этот корень у нас не будет корнем, так как он не входит у нас в ОДЗ. Напомню, что t по модулю у нас должно быть меньше единицы. И t2 у нас будет равно 1 минус… Корень из 289 – это у нас 17, деленное на 16. Это получается минус 16 делить на 16. Это получается минус 1. Она будет корнем, так как минус 1 у нас входит. Итак, сделаем замену. Вернемся к нашей, точнее, замене. У нас получается косинус 2х равно минус 1. 2х у нас равно будет… Косинус при минус 1 у нас равен π плюс 2πn, где n – целое число. Найдем чистый х. У нас получается π пополам. Плюс двойки у нас сократятся. Получается πn, где n – целое число. Итак, данный корень мы можем расписать на серию корней. Х1 минус π пополам плюс 2πn, где n – целое число. И х2 – π пополам плюс 2πn, где n – целое число. И выберем корень, который нам подходит. Из ОДЗ у нас синус х должен лежать в промежутке от π до нуля. То есть у нас подходит корень только от минус π пополам плюс 2πn, где n – целое число. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в чате к следующему заданию. Это также задание 15. 15 степени косинус х равное 3 степени косинус х, умноженное на 0,2 степени минус синус х. Итак, начнем. Мы заметим, что 0,2 степени минус синус х мы можем представить как 1,5 степени минус синус х. Запишем. У нас получается 15 в степени косинус х равно 3 косинус х. 3 в степени, извините, пожалуйста. 1,5 степени минус синус х. Итак, также заметим, что 1,5 степени минус синус х мы можем представить как 5 в степени синус х. У нас получается 15 в степени косинус х равно 3 в степени косинус х умножить на 5 в степени синус х. Также мы можем перепишем все это уравнение как 3 в степени косинус х умножить на 5 в степени синус х для удобства равно 15 в степени косинус х. Итак, с синусами мы оставим на одной стороне, а с косинусами перенесем на другую сторону. И у нас получится 5 в степени синус х равно 15 в степени косинус х деленное на 3 в степени косинус х. Итак, вспомним свойство степени, когда а в степени n деленное на b в степени n мы можем записать как а деленное на b в степени n. применим данное свойство к нашему уравнению. У нас получается 5 в степени синус х равно 15 деленное на 3 в степени косинус х. 15 и 3 мы можем сократить. У нас получается 5 в степени синус х равно 5 в степени косинус х. Так как у нас основания одинаковые, мы можем просто опустить их. У нас получается синус х равно косинус х. Перенесем на одну сторону. У нас получается синус х минус косинус х. Все это равно 0. Разделим данное уравнение. Все на косинус. У нас получается синус х деленное на косинус х. Это тангенс х. А косинус на косинус это единица. Минус единицы равно 0. Итак, найдем тангенс. Тангенс х. Единицу перенесем. У нас получается равно просто единице. Х отсюда равно π на 4. Плюс πn. Где n целое число. Итак, если есть у вас вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. Если у вас нет вопросов, мы продолжим. Итак, следующее задание типа B. Найти корни, принадлежащие промежутку от минус 3π до минус 2π. Построим график тангенсу. Идем. Аккуратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Тангенс икс. Вспомним, что тангенс икс у нас был равен единице. И построим график равный единице. Тут у нас примерно единица. Так, отметим промежуток, чтобы не сбиться. Это от минус 3π пополам до минус 2π. У нас всего один корень. Мы значим его х1. Итак, х1 у нас равно... У нас получается минус 3π. Берем всегда целую часть и прибавляем единицу. Это у нас π на 4 плюс π на 4. У нас получается минус 11π на 4. Ответом будет минус 11π на 4. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, если есть в чате. Итак, если вопросов нет, большое спасибо за внимание. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на eg70.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com eg70. Если вам понравилось наше занятие, нажмите кнопку «Мне нравится» справа над чатом. Заходите также в группу eg70. Там есть обсуждение, где вы можете писать интересующие вас вопросы. На этом наше занятие окончено. До встречи через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok